здравствуйте мои дорогие друзья я рада всех вас приветствовать на своем канале начинается новый денек у меня кофе с утра я пью якоб с монарх а сыночку сделала чай чай любим гринфилд и бутербродики бутербродики он уже кушает и предстоит работа завтра у сыночка день рождения и нужно будет готовить праздничный стол это у меня мясо я буду сейчас жарить котлеты свинина и куриное филе сейчас часть свинины я отрежу на салаты отварю а все остальное мясо оставшуюся часть свинины и куриное филе я перекручу сделаю фарш и буду жарить котлетки как я готовлю котлеты и есть рецепт на моем канале если кому интересно можете посмотреть фарш я всегда делаю сама домашний просто перекручиваю свинину куриное филе лук и чеснок добавляю соль перец по вкусу немного сметаны чтобы котлетки были более нежные и сочные все хорошо вымешиваю и жарю котлетки потом их немного еще и тушу так что сейчас будем готовить также я буду делать много салатиков так что оставайтесь со мной мои дорогие будет очень интересно тут у меня и машинка стирает короче дел полно вот такая у нас погодка смотрите солнышко светит очень тепло сейчас я открою окно так что у нас еще осень не в самом разгаре только-только началась осень да и то только вот как бы слегка начали листики желтеть на некоторых деревьях а так конечно еще лето еще тепло люди еще даже купаются загорают ребят я хотела вам показать вот такую игрушку антистресс вы такие видели я не видела это вот вчера сыночком зашли магнит и там были вот такие антистрессики знаете она прям очень такая приятная на ощупь разные цвета желтая синяя мы взяли розовые вот такой мишка ну для игры деткам да и взрослым тоже очень как бы так классный антистресс приятное интересное так что советую как-то были экспрессе взяли которые вот надо мять и надуваются пузырики вы знаете он у нас лопнул прям в магазине он лопнул и весь этот гель вылился на пол все руки были в гели прибежали директор администратор стали спрашивать это вы лопнули ну а как быть если они такие непрочные поэтому с гелевым наполнителем конечно такие игрушки антистрессики лучше не брать детям потому что они по-любому лопнут а этот просто без геля вот он обычный обычно я не знаю это наверное резина или силикон скорее всего резина так ну вот я уже фаршик перекрутила здесь у меня жарятся котлетки здесь варится куриная грудка на салат так и в этой кастрюльке у меня варится кусочек свинины и кусочек куриного филе это тоже все пойдет на салат салатик будет слоями будет много салатиков все расскажу и покажу итак продолжаем жарить котлеты вот они красавицы вот такие у меня получаются потом я буду их складывать костюмку наливать немножко водички но я налью буренчик из-под мяса и немного протушу я просто беру фарш делаю котлетки и обжариваю планировочными сухарями я не пользуюсь сниму корень ничем иным просто с обычного фарша жарю обычно котлетки главное иметь хорошую сковородку чтобы котлетки хорошо переворачивались так пока у меня жарятся еще котлеты варится мясо на салаты я поставила варить яйца а также пожарю грибы также на салат здесь у меня грибы с луком у меня работает вытяжка так как жара пара полная кухня все кипит так ну вот котлетки у меня уже готовы я их пожарила яички варятся также поставила варить картофель и морковь для салата мясо тоже уже доваривается там у меня обжариваются грибочки шампиньоны сейчас мясо сварится я вот этим бульончиком прям хороший такой бульончик получается залью котлетки и поставлю их тушить я всегда тушу так сейчас я быстро мою посуду и начиняю перец будем начинять болгарский перец фаршем с рисом грибы уже пожарились я просто их выкладываю на салфетку чтобы стекло лишнее масло перец я начинила мясным фаршем и рисом как я фарширую перец есть рецепт на моем канале если кому интересно можете посмотреть залила водичкой сейчас закрою крышечкой и пусть варится до закипания потом сделаю зажарку для перца лук плюс фарковка плюс томат все это вместе обжарю и залью наш перчик также добавлю петрушку специи лавровый листик для вкуса так а это мяско на салата уже сварилась остывает это куриная грудка куриное филе и кусочек свинины для салата грибная полянка котлетки я залила бульоном из-под мяса которое варилось для салата немного фарша осталось я сделала небольшие тефтельки и положила их к перчику сейчас все будет тушиться картошка и морковь варится для салатов уже доваривается я сейчас делаю салат под названием королевский первый слой жареные шампиньоны и майонезная сеточка я сразу делаю на две порции так как гостей будет много будет длинный стол чтобы по обе стороны поставить две тарелочки два салатика следующий слой отварной картофель порезанный на мелкие кубики немного присолила а также майонезная сеточка вот так получается так здесь у меня уже практически готов фаршированный перчик а это зажарочка я решила просто обжарить лук туда кусочки помидоров еще добавлю немного томатного кетчупа зелени специи и перчик наш готов вот такой перчик получается такая вкуснятинка просто пальчики оближешь всем советую попробуйте приготовить такое аппетитное блюдо а мы продолжаем делать салатик следующий слой это куриное отварное филе порезанное кубиком и майонез майонез хорошо размажьте чтобы салатик пропитался вот так получается следующий слой это свежая тертая морковь на крупной терке с чесноком и с майонезом старайтесь чтобы морковь была сладкая сладкую морковь тогда салатик будет еще вкуснее следующий слой это сыр тертый на крупной терке берите сыр твердых сортов все салат практически готов завтра я только его украшу грецким орехом последний слой это грецкие орешки сегодня уже не буду это делать так как отмечать будем завтра перед подачей на стол я украшу грецким орехом вот такой салатик получается салат очень вкусный всем советую не пожалеете я уверена что салат королевский вам очень понравится все салатик я упаковала на пищевой пленочке теперь вставим в холодильник до завтра пока он будет в холодильнике всю ночь и завтра полдня он успеет пропитаться и будет еще более вкусным следующий салатик который я буду делать это грибная полянка первый слой это отварной картофель на крупной терке также раскладываю в две тарелочки немного присолила и сейчас сделаю майонезную сеточку нанесла слой майонеза чтобы картошка хорошо пропиталась следующий слой отварное мясо свинины порезанное кубиками и майонезная сеточка все на сегодня я в этот салат ничего класть не буду поставлю его в холодильник а завтра уже положу морковь по корейски и любые маринованные грибочки то ли шампиньоны то ли опята ну подумай у меня есть и те и другие и украшу все зеленью вот такая лесная полянка у меня получится салат очень вкусный, сытный также всем советую также обворачиваю салатик в пищевую пленку это обязательно и в холодильник вот смотрите пускай настаивается следующий салатик который буду делать называется Тиффани для этого я взяла вот такую красивую тарелочку и у меня есть форма в виде сердечка буду делать салатик вот в этой форме вы можете взять любую форму можно вообще без формы просто накладывать его горкой но я решила сделать в виде сердечка первый слой это куриное филе отварное порезанное мелкими кубиками второй слой майонезная сеточка следующий слой это мелко нарезанные грецкие орешки майонезная сеточка поверх орехов следующий слой отварные яйца на крупной терке и майонезная сеточка вот такая красота у меня получается еще немного грецких орехов следующий слой сыр тертый на крупной терке и майонезная сеточка снимаем нашу форму и будем украшать салат виноградом вот такое сердечко получилось сейчас пока я его уберу в холодильник до завтра а завтра уже все таки украшу виноградиком а сейчас пока все ночи полдня пропитается в холодильнике а завтра украсим виноградиком и листьями салата вот такой у нас получился праздничный столик вот такая вкуснятина это бутербродики с рыбкой со шпротиками это вот все наши салатики которые делала я это вот уже орешками я присыпала шашлычок грибочки огурчик это канапе это салатик цезарь мы сделали домашняя аджичка которую я варила это селедочка грибная полянка это вот салатик Тиффани я его украсила виноградиком это салатик красное море фаршированный перчик котлетки вот такая красота напитки вот такой у нас праздничный стол отмечаем день рождения нашего сыночка Владика Владику сегодня исполнилось 11 лет ну вот у Субтитры подогнал «Симон»